Друзья, всем привет! Сегодня коротенький обзор на мой второй любимый рюкзак. Это большой уже рюкзак, модель Lowepro Fastpack 350. Что, в общем-то, классного в этом рюкзаке, кроме того, что есть здесь большая ручка, удобная для переноски. Здесь вот эти поясные лямки больше, шире. Они плюс у нас еще усиленные здесь сверху. Удобнее, короче, когда это все на плечах. Здесь есть большой поясной ремень на крупном фастексе, все классно. Боковой кармашек здесь уже не на резинке, а он именно на такой утяжке. Вот, тоже удобно. Можно положить там средства от комаров, мошек, попить бутылочку, маску, например. Да, актуальненько. Очки солнцезащитные, как бы все классно. Дальше, что у нас здесь интересного, это большой такой боковой карман, типа под ноутбук. Но я бы ноут в нем, на самом деле, не таскал, поэтому я в нем обычно таскаю Живен Вебилес, от которого у меня сейчас здесь только трипод лежит, потому что дети здесь катаются и кричат. Вот, короче, потому что Живен Вебилес сейчас стоит на штативе. Единственная проблема, то что у этого рюкзака нет встроенного водоотталкивающего чехла, поэтому чехол я докупил с Алиэкспресс за 90 рублей, по-моему, короче, вот такой большой чехол. Он у меня тоже здесь лежит. Сюда, короче, можно положить либо отражатель такой круглый, да, многофункциональный, либо Живен Вебилес полностью с триподом, ну или Ронин С только половинку. Ну, короче, удобно, да? Первый момент. Дальше мы здесь видим большой такой карман на молнии. Здесь обычно лежат там зарядки. Сейчас здесь лежит два телефона, зарядка, еще куча-куча всего. Вот, потом у нас здесь есть вот такой большой карман. Он как бы свободный, здесь нет никаких перегородок. Сюда можно положить, например, вспышку Godox AD600 с аккумулятором сразу же. Она сюда залазит. Либо я обычно кладу сюда Godox SL60W в свой диодный свет. А здесь сейчас у меня тут все по мелочи. Серая карта и фильтры, и шторка, короче, еще фильтры и провода. И, блин, что только нет тут. Кроме этого, всего здесь есть у нас карман под какой-нибудь мультитул или еще что-нибудь под лэндспены. Сетчатый кармашек под ключи, например, застежка к этим ключам. И еще там где-то в глубине у нас есть тоже кармашек такой. Не кармашек, а как сумочка с брендовым названием, да, LOW PRO. Туда можно еще какую-нибудь мелочевку положить, которая должна лежать отдельно. Вот, удобно. Уже можно дофига с собой чего положить. Дальше отстегиваем два фастекса, поднимаем вот эту тканевую такую, как бы, закрывашку. Здесь у нас большой карман на молнии, опять же, в котором лежит всякая тут и провода, и ремешок, аккумуляторы. В нем два сетчатых кармана. Можно удобно что-то расположить, положить. Все классно. И самое интересное, я сейчас рюкзак положу сюда. Это у нас основное отделение под фототехнику. То есть оно у нас вот так сбоку открывается. Есть, в принципе, быстрый доступ, уже отличие, да, такое существенное от флипсайда. Вот, быстрый доступ, как бы, для кого-то удобно, для кого-то нет. Здесь два сразу кармана под SD-шки, но у меня здесь лежат обычно монетки, чтобы вкручивать всякие винты. И основное отделение под фототехнику. Здесь обычно у меня лежит Sony A7-3 с каким-нибудь объективом. Здесь и сейчас лежит Fujifilm X-T3 с китовым объективом. Здесь, в данный момент, у меня находится Atomos Ninja V с SSD-шником. Там, там RON2875. Да, он. Здесь микрофон Rode VideoMicro. Ну, еще тут рекордер, короче, всякая-всякая всячина. То есть сюда можно положить две камеры, еще к ним четыре объектива или что-то другое. Вот, и кроме этого у вас еще остается место здесь, место в большом отделении. Сюда вы можете положить поесть, там, какую-то сменную одежду, там, или теплую одежду, если вы куда-то идете или едете на велосипеде с этим рюкзаком. И плюс еще боковое отделение, какой-то стабик или что-то сюда можно положить. Единственное, сюда неудобно крепить штатив. Вот в чем фиговость первой версии этих рюкзаков, сюда штатив некуда крепить. Было бы здорово, если бы вот здесь, сбоку, были бы какие-нибудь еще зажимы, чтобы штатив поставить сюда. Ну, не зажимы, а фастексы. И его закрепить. Но, как показывают, штатив можно закрепить вот сюда, просто просунув его вот в этот карман. То есть вот так вот крепится штатив. Ну, как по мне, не особо надежно. Вот. В целом рюкзак норм. Норм прям за свои деньги. Опять же, многие меня спрашивают, почему ты не обозреваешь свежие рюкзаки, свежие фото рюкзаки. Потому что они стоят дофига. То есть 15-20 тысяч, это дофигища за рюкзак. Вот этот на Авито, даже на каких-нибудь сайтах, новый, в принципе, можно за 6 взять. И вот эта цена прям, ну, оправдывает эту покупку, так скажем. В общем, вот такой достаточно классный рюкзачок. Пользуюсь им с удовольствием. Постоянно его таскаю, когда беру с собой либо свет, либо вспышку. Ну, и стаб сразу можно положить. Короче, адекватная, стоящая своих денег покупка. Если ролик понравился, вы знаете, что делать. Ну, на сегодня все. Я пошел снимать, короче. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok